всем привет вы на канале ворота своими руками с вами я александр парашенко у нас очередной объект мы будем устанавливать каркас калитки срежем сейчас ответную пластину давайте поверим что нам вообще наварили варили варили в цеху мерил заказчик чипрораб сейчас посмотрим метр девятнадцать и восемь семь восемь метр девятнадцать пять офигеть просто прозреваешь будем по месту переделать и сюда надо урезать уменьшать на 6 сантиметров на 8 даже больше на девять с половиной сантиметров часто померяю все размеры будем тут час вырезать и да так она есть сто девятнадцать и семь сто девятнадцать и семь ровно на девять с половиной сантиметров я надо урезать будем здесь сейчас переваривать привязать пошаги двести тринадцать и шесть ребят это у нас будет навесной столбик я его заглушил сразу сейчас будем у зашло время до установки самих петель но для того чтобы поставить петли их там ну их нужно подготовить эти петли вот ними в руках их распаковываю что значит подготовить петлю это обозначается то что нужно будет сделать нам надо сделать зазор между навесным столбиком чтоб она не терла петля и когда будет двигаться моментом там где со створкой тоже надо делать зазор как его сделать ну ни один из моих подписчиков оставил такой комментарий кстати очень полезный я начал им пользоваться очень хорошая вещь как это как это я буду делать я беру просто стяжки я забрал проволоку раньше брал проволоку а мне оставили комментарий вот этот зазорчик его достаточно просто стяжками не надо бегать искать никакой проволоки удобно хорошо таким вот образом раз так совет одного из подписчиков спасибо ему большое говорится век живи век учись ведь это же самое здесь две штучки ну потом от горячего замок пойдет будем таким образом прокладывать пошел приложить нам створку так я всегда беру ребят во первых здесь надо сделать зазор между между створкой и и навесные и навесным столбиком вставляю просто туда электроды где-то поменим 3 3 5 миллиметров таким образом теперь отмеляем 25 миллиметров 250 10 250 миллиметров я так примерно делал с одной стороны с другой стороны это те места где у нас будут стоять шарниры шарнир это вот эта петля таким образом я буду их здесь прихватывать мама шарнира будет на створке папа будет на столбик я его приварил и надо или подождать когда сама остынет а потом только трогать трубу снимать его или остудить его принудительно потому что мне ждать некогда я служу до до того момента пока мясо не перестанет шипеть вот так после того как остудили можно уже и трогать потому что если бы мы тронули бы раньше ее она бы его закусила пришлось бы просто менять шарниры сейчас спокойно вышло спокойно вышло теперь мы можем спокойно его взять и здесь все поваривать с другой стороны все поваривать вот так вот вот так вот вот зачем мне нужны были эти отверстия с этой стороны вроде проводочек который будет заходить потом на электро замок вот его здесь надо провести поставить гибкий переход а ребят я беру двойку пластину это я буду варивать замок мне надо подготовить подготовить детали 10 сантиметров по ширине по всей длине и здесь будет 11 здесь будет 9 здесь делим пополам 9 4 с половиной здесь будет 2 сантиметра здесь где-то для ручки вот так сделаем это будет ручка тушки лишь и забыть ребят сейчас я здесь засверну на 32 на 32 потому так это у нас будет ручка мы загнем чуть-чуть а это будет площадка на для самого замка ребят для того чтобы поставить замок нам нужно вырезать немножко это образного профиля не полностью весь профиль а только тут участь который находится 30 на 20 шахты я делаю для сердцевины с трубы 40 на 40 вот таким образом будет настоять ну что ребят дошло время до установки замка здесь конечно комплект маленькие маленькие болты я покупаю отдельно ставлю те болты не только до 50 трубы она 60 то есть поэтому я дорогие ставлю ну такая шайба идет раз вот написано отец видите секретом вверх почему вверх почему завод изделия поддумал вверх потому что он придумал его на улице чтоб он стоял и когда будет таять водичка чтоб не замерзал сам секрет чтоб он не ушел в секрет секрет сверху а водичка внизу вставляем в нашу шахту которую мы варили здесь ставим с другой стороны вот страну такая шайба идет насквозь там закручиваемся ребят почему я рушу надо шайбочку подождите открываем ведь зазора нет и надо к собачку подвинуть сюда дальше вот так чтобы так вот было за это надо подложить шайбочку чтобы тут появился зазорчик что сделала что-то 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok